Всем привет! В этом пакете находятся камни для виски. Попросили меня заказать такие камни, что я и сделал. Давайте посмотрим их поближе. На сайте производителя имеется несколько цветовых решений. Меня просили заказать белые. Посмотрим, такой вот бархатный мешочек для хранения. Берочку отрежу, чтобы она не мешалась. Такой вот мешочек с принтом. Смотрим внутри. У нас 9 белых камней. Похожи чем-то на кусочки сахара. Размер примерно полтора или два сантиметра. Похожи чем-то на кусочки сахара. Размер где-то полтора-два сантиметра. Камни имеют закругленные края, чтобы не поцарапать стекло наших любимых бокалов. Камушки какие-то не очень однородные. Похоже, что-то на мрамор или на гранит. Мы привыкли добавлять лед для охлаждения напитков, но в случае с виски это не очень подходит, так как лед превращается, как известно, в воду. Вода разбавляет напиток, падает градус, теряется вкус виски. С камнями напиток остается прохладным, сохраняя свою крепость и вкусовые качества. Давайте проверим, насколько эти камни смогут охладить напиток от комнатной температуры. Сначала камни следует промыть в теплой воде и убрать в морозильную камеру на два-три часа. Камни пролежали у меня заморозки более трех суток. Нам, конечно, это делать не стоит. Для полного промерзания камней достаточно двух-трех часов. Давайте попробуем. Здесь такой благородный напиток. Возьмем, как написано в инструкции, на 50 миллилитров надо три камушка. Один стакан. В один мы положим камни, второй мы оставим без камней. Посмотрим, насколько камни охлаждают напиток и как долго держат его холодным. Измерять будем мультиметром. Другого прибора у меня, к сожалению, нет. Давайте проверим. Сейчас температура. Показывает комнатной 25. Сейчас температура напитка у нас 25 градусов. Кладем три камушка. Давайте поставим таймер. Подождем три минутки. Прошло три минуты. Давайте проведем измерение. Давайте сначала попробуем охладить чуть-чуть. Проверим виски, которая у нас была изначальная температура. 25 градусов. Посмотрим, насколько у нас охладился вот этот. Показывает 21 градус. Значит, за три минуты три камушка охладили напиток на 4 градуса. Давайте подождем еще. Так, прошло больше 20 минут. Давайте проверим сейчас, как у нас температура напитков. Сначала охладим датчик. Давайте померим наши теплые виски. 25 градусов. Как и было, так и осталось. Проверим наши холодные виски. 22 градуса. Так, в ходе эксперимента мы видим, что камни охладили бокал. Поддерживали в нем прохладную температуру некоторое время. Стоит отметить, что идеальной температурой для приема виски считается 18-20 градусов. Камни отлично подойдут, если вы любите проводить вечера в компании друзей за бокальчиком виски. Если вам некуда спешить, напиться не является вашей целью. Так, подведем итог. Большим плюсом камней является то, что они не разбавляют наш напиток. Как это делает лед? Я считаю, что трех камней маловато для количества 50 миллилитров жидкости. Можно положить 4 или 5. Если у вас бокал позволяет, то это только в плюс. Камни выполняют декоративную функцию. И даже не стыдно использовать в качестве подарка. Они красиво смотрятся, так и болтаются в стакане. Ссылочку на них я вам оставлю в описании. Камни можно использовать не только как охлаждающий элемент, ну и как поддерживать температуру в горячих напитках, например, чая или клинтвей. За упаковку продавцу ставим 5 баллов. За комплектацию и соответствие описанию ставим 5 баллов. Функциональность и использование ставим 5 баллов. Камни мне понравились, я смело их рекомендую вам к покупке. Если обзор вам понравился, делитесь им в социальных сетях. Поднимайте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Еще увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok